За окном горы снега, морозно, вокруг нарядной ёлки суета, чувствуется приближение нового года. Как видите, наша ёлка уже готова. Осталось самое главное – положить под неё подарки. Подготовка подарков – занятие очень ответственное и интересное. Ведь подарки будут у нас необычные – новогодние свечи, которые мы сделаем сами. А помогут мне в этом девочки – Юлия и Виктория. Гелевые свечи делаются очень увлекательно и просто. Но самое главное, что мы должны соблюдать технику безопасности, так как мы работаем со стеклом, это открытый огонь. И лучше не использовать всевозможные элементы, которые легко плавятся, допустим, пластик. Первое, что мы должны сделать, это определиться с композицией и с тематикой нашей свечи. Это могут быть свечи, аквариумы. Тогда мы используем вот такие вот какие-нибудь морские раковины или, допустим, коралловые веточки. Это могут быть новогодняя тематика. Вот как раз к Новому году мы будем делать новогодние свечи. То есть это всевозможные статуэтки. Главное, чтобы они были либо из стекла, либо из металла. Но элементы можно использовать и пластик, но в этом случае фитиль у нас будет выше элементов, которые мы там, да, выше декора нашего. После того, когда мы определились с тематикой, мы можем подобрать, нам необходимо подобрать подходящий сосуд. То есть это может быть любая форма совершенно. Это могут быть либо прозрачные стекла, либо цветные. Это могут быть всевозможные вазы, фужеры, стаканы, рюмки. То есть все вот в нашем... Все ограничивается только нашей фантазией. Да. Можно, в принципе, приступать. Давайте. Мы будем делать новогоднюю свечу. Мы можем либо сделать с фигуркой детской. Давай вот зайчик, как раз год зайца. Я думаю, что можно использовать вот этот бокал. Длинный, да? Да. При выборе формы и сосуда мы должны все-таки обратить внимание, чтобы диаметр был не меньше 5 сантиметров. Чтобы у нас, соответственно, при горении не лопнула наша форма. В качестве наполнения для создания основания мы можем использовать декоративный песок или окрашенную морскую соль. То есть это может быть белая соль или вот у нас еще есть всевозможная фиолетовая, да, голубая. То есть все ограничивается только фантазией. Какой выберем? Может быть голубой? Да, можно. Можно голубой. Несмотря на то, что соль окрашена, наш гель не приобретет голубой его цвета, потому что здесь используется водорастворимая краска. А при окрашивании геля нам нужна будет масляная краска. По-моему, он так называется. Ну, я думаю, вот так может быть достаточно. Мы можем даже сделать несколько цветов по желанию. Может быть белый тогда добавить? Ты можешь немножко погулять, а когда мы зальем гель, мы тебя позовем. Хорошо? Да. А что у тебя вот здесь? Это какой-то набор или все покупается по отдельности? В специальном магазине для создания гелевых свечей мы приобретаем вот такой вот гель. Он в разных баночках, разной фасовке. 100 грамм, 350, можно более крупный. В специальном магазине можно купить окраситель, фитиль армированный. Фитиль, то есть это должна быть специальная какая-то веревочка, а обычный шнурок не подойдет? Нет, ни в коем случае, это специально. И, в принципе, эфирные масла, но их можно купить в аптеке. Вот они продаются. А все остальное, это уже наша фантазия. Все остальные элементы мы можем найти буквально в шаговой доступности. Но если мы считаем, что наша композиция уже готова, то, в принципе, мы можем перейти к технической части нашей работы. Это именно вот залитие свечей. Скажи, а вот для деток на каком этапе изготовление свечи вообще интересно присутствует? Ну, безусловно, на первом этапе, потому что вот когда именно создается композиция, здесь творческий такой момент. А все остальное, я думаю, что стоит ограничить детей от участия, потому что там уже будет использоваться расплавленный гель, он достаточно горячий, до 85 градусов мы его нагреваем. И, ну, просто опасно, потому что, соответственно, открытый огонь рядом. Каким образом нужно растапливать гель? Как это вообще все происходит? Для того, чтобы растопить гель, нам необходимо создать водяную баню. Это может быть газовая горелка или электрическая. Можно использовать обычную эмалированную кастрюльку, туда немного воды. И желательно либо в толстом стекле, это должны быть емкости, либо жестяные, металлические, на медленном огне. Но порядка получаса гель доходит до своей консистенции. Понять, когда можно уже его использовать. Изначально гель имеет вот такую консистенцию, то есть это такое желеобразное состояние. Когда мы его топим, он превращается в сироп, вот по консистенции похож на сироп. Нужно дождаться, когда исчезнут все пузыри, потому что если у нас аквариум, то они, в принципе, уместны. А если у нас новогодняя свеча, то желательно, чтобы был прозрачный абсолютно. Ну, опять-таки, это вот на вкус. И исчезли все комочки. Необходимо с помощью ложки перемешать, но тоже не следует переусердствовать, потому что, опять-таки, мы будем спровоцировать создание пузырей. И, в принципе, можно заливать. Самое главное, чтобы наш сосуд, наша форма была чистая и сухая. И также при топлении геля тоже вода не должна попасть туда, потому что он помутнеет. А также на стадии, когда мы его топим, мы можем придать нашей свече какой-то определенный аромат, если по желанию. Для этого мы используем всевозможные масла. Ну, вот в качестве новогоднего аромата я предлагаю, допустим, взять... Шишки. Ну, вот на любителя грейпфрут. Он достаточно стойкий запах. Это запах апельсина, вот такой вот новогодний. Да, для небольшой формы, для небольшой емкости, вот такой, нам достаточно будет 1 третьей чайной ложки вот этого масла. И, в принципе, можно будет заливать. И от того, что мы используем масло, наш гель не помутнеет, потому что здесь у масла более высокая температура горения, именно вот. Как он может взаимодействовать. Масло мы добавляем в то время, когда топим гель, правильно? Да, когда мы уже готовы, в принципе, его заливать, вот на этой стадии мы можем добавить. И также красители. И всевозможные блестки. Вот эти блестки декоративные. Мы можем уже добавить в гель, уже при залитии свечи. Что касается фитиля, фитиль, мы его можем закрепить как на дне сосуда, если мы планируем, что наша свеча будет гореть до самого основания. Или же мы можем уже после того, как гель у нас застыл, подождать минут 15 и в гель погрузить фитиль и отрезать его до нужного уровня.